РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ И ГАЗПРОМБАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МАМА ЗНАЕТ ВСЁ НА АВТОРАДИО Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу из нового цикла «Мама знает всё». Это совместный проект Российского Футбольного Союза, Газпромбанка и Авторадио. За каждым прославленным спортсменом, за каждым чемпионом, которым гордится вся страна, стоит человек, чей вклад в успех, чьи силы и чувства, затраченные на достижение побед, нисколько не меньше, чем старания самого героя спорта. Мы говорим о мамах знаменитых вратарей, нападающих, защитников. Мы говорим о мамах, которые много лет подряд откладывая личные дела, забывая о собственной карьере и отдыхе, вместе со своими сыновьями шли навстречу завоеванием кубков и титулов. Им не скандируют стадионы, их не боготворят болельщики, но они бесспорно достойны нашего искреннего внимания и огромного уважения. Потому что мама знает все. И сегодня у нас будет возможность в этом убедиться. В студии Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. Сегодня мы в Краснодаре. В гостях у Антонины Юрьевны Газинской. Мама Юрия Газинского, российского футболиста, полузащитника клуба Краснодар и национальной сборной по футболу, заслуженного мастера спорта Российской Федерации. Антонина Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Антонина Юрьевна. Антонина Юрьевна, Краснодар, безусловно, замечательный город, но ведь он не родной ни для вас, ни для Юры. Где родился будущий вице-капитан и капитан российской футбольной сборной? Он родился в Комсомольске-на-Амуре в 1989 году, 22 июня. Вот вы знаете, все время кажется, что Комсомольск-на-Амуре – это город, расположенный за тысячи километров от Центральной России на Дальнем Востоке, что он какой-то особенный, что он совершенно не похожий на другие. Вот до какого года вы там прожили и какие впечатления, какие воспоминания остались в целом об этом городе? Ну, я была привезена родителям из Восточной Сибири в 1961 году. Ну, какие впечатления о городе? Город был номер один в промышленности, то есть индустриально развивающийся большими темпами, с большим будущим. Ну, это был другой строй, социалистический строй. И, конечно, много приезжали. У нас город оборонный, такие ведущие заводы, как судостроительный завод, авиационный завод, выпускающий во всем мире известный СУ. Ну, Комсомольск на Амуре – это действительно с большой, богатой историей, гордой стороны. И поэтому я тоже горжусь, что Юра там родился, что я там жила. Футбол для Юры начинался именно там? Ну, конечно, в раннем возрасте. Вот в каком, кстати, возрасте попал, скажем так, в ноги мяч к Юрию Газинскому? Ну, можно сказать, что когда дети начинают ходить, до года он еще уже… До года? До года еще. Он уже интересовался, учился ходить и за мячом, и за мячом. И такой интерес, это я заметила. Потом уже он подрос, когда три года ему было. Какой бы мы в магазине зашли, первым делом это мячи, мячи, мячи. Везде, где ходили мы с ним, по дворам. Мам попроси, я пну. Ну, прошу мальчишек старше. Пнет, довольный, дальше идем. К следующему двору подойдем, пнет, дальше идем. Вот так мы познавали первые азы футбола. Кстати, Юры, вы его назвали в честь своего папы? Да, у меня папа был Юрий Федорович. А из вашей семьи кто-нибудь имел отношение к спорту вообще или к футболу в частности? Ну, нет. Я не знаю такого, по крайней мере, в окружении нет. Но, наверное, он приобрел черты характера моего папы. Целеустремленность, трудолюбие, напористость. Это все ему досталось от моего папы. Но он всегда с удовольствием ходил на футбол, да? Ну, это его было, да, большое увлечение. А вводили на тренировки его вы или папа? Ну, папа у нас большого участия не принимал, потому что мы с ним на определенном этапе расстались. Тяжелые были годы. Человек, который работал в авиации, ну, вот доступ, наверное, к спиртному, как-то он пристрастился, и мы с ним расстались. И не жалею по сей день, наверное, потому что я думаю, что он бы не только бы не помог в воспитании, а наоборот бы еще усугубил какие-то там и черты бы неправильные привил. Наверное, может быть, даже и пусть был бы тоже другой. То есть вы сами приняли решение остаться одной с двумя детьми. У Юры есть еще старшая сестра. И потащили все на себе. Да. Как скоро стало понятно, что у вашего сына особенные данные в футболе? Я когда работала в школе-интернат, там был у нас руководитель ансамбля «Богульник», так называемый, а он когда-то работал в балете. Я говорю, ну, вот вы посмотрите, как специалист в спорте. Ну, он посмотрел чего-то там, длину, это само стопы, там еще, ну, говорят же, что это важно, да. Он говорит, ну, я вам так скажу, что в балете он не потянет. Ну, мы не ставили такую задачу. Ну, а в спорте вот он прямо у вас будет способным парнем. Вот он мне такую надежду дал. Ну, я думаю, ну, ладно, тогда действительно надо развивать тогда его в спорте. То есть что-то и природа дала по-любому, да? Конечно. Вот просто какие-то просто данные, да, от рождения. Ну, а дальше уже труд, труд. Труд и труд. Ну, говорят же, что талант – это 90% работы над собой и 10% только то, что данную. Ну, вот, наверное, так. Подробнее об этом нам может рассказать первый тренер Юрия Галеев Тагира Настихович. Нам удалось его разыскать. Это замечательный тренер. Сейчас у нас на связи. Я замечательный тренер. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Тагира Настихович, здравствуйте. Тагира Настихович, это мама Юрия. Тагира Настихович, приятно, приятно очень вас слышать. Взаимно. Я уже всегда говорила, я говорю, что вот прям вы главный человек и тренер, который в становлении Юры. И мы всегда вас помним, любим, чтим. Спасибо, спасибо. Ну, а я-то тем более. А вот давайте мы с вами поподробнее сейчас поговорим. Как вы рассмотрели способности Юры? У него была интересная походка, на которую я обратил внимание сразу. Он очень высоко поднимался на носок. То есть у него был хороший голеносток. Такое ощущение, что он хотел взлететь, когда он ушел. Но вы когда это заметили, вы ему особенное внимание какое-то уделяли? Ну, есть соблазн сказать, что, конечно, но это будет лукавством. Нет, наверное, нет. Тагира Настихович, а что вы помните, когда я его привела, он же маленький был. Да. И это был, я помню, даже вот воскресный день. Я говорю, ну и как? А вы говорите, ну, можно, оставляйте. Ну, как бы я поняла, что вы что-то как будто в нем заметили такое, что вот или скорость, или что-то, и как бы вы его оставили. Хотя по возрасту он, конечно, не подходил. Ну, вот вы мне дали тогда надежду, и он начал заниматься. Вы, может, это не помните, а я-то это помню. Нет, я помню эту ситуацию. Дело в том, что я вначале не хотел его брать. И только ваша настойчивость повлияла так сильно. А он по росту, что ли, еще не проходил? Он маленький был ростом. Ну, маленький, он еще в школу не ходил даже. А мальчиши уже были там в первом, во втором классе. Сам по себе он был очень открытый, светлый. Он все старательно выполнял. Тагир Настихович, скажите, а сейчас удается следить за Юрой? Смотрите его игры? Смотрю все. Все игры, стараюсь ничего не пропускать, конечно. Потому что случай уникальный. С Дальнего Востока достичь таких высот в футболе – это очень сложно. Человек, который уехал уже много лет из Комсомольска, продолжает помогать материально нашему футболу, нашим мальчишкам-футболистам. Очень много помогает. Я думаю, что многие люди у нас здесь и мы благодарны. Это самый важный для меня момент. Я думаю, что благодаря маме это все, это ее воспитание. Она очень много в него была жива. Спасибо. Очень много. Я видел, как ей было трудно. Спасибо вам. Спасибо. Что не забыли, позвонили. Ага, до свидания, Тагир Настихович. До свидания. Приятно было с вами пообщаться. Спасибо. Взаимно. Это был первый тренер игрока сборной России по футболу Юрия Газинского. Тагир Галиев. Мама знает все. Давайте на минуту представим, что у Юры не сложилось с футболом. Чем бы он сейчас занимался, какую бы профессию выбрал. Говорят, что у него дедушка работал на железной дороге. Мог бы пойти по его стопам? Я не знаю, откуда эта информация. Дедушка на железной дороге работал в молодости, когда он был молодым юношей еще. А потом он не работал. Он работал на руководящей должности. Последнее время его перед пенсией. Это металлобаза была. Он хотел, Юра, быть, если не в футболе. Был разговор про юриста. Он хотел быть юристом. Но шагов никаких не успел в этом направлении сделать? Понял, что для того, чтобы быть юристом, это надо тоже очень... Опять же, его ответственность очень много знать. И просто учиться надо. И много именно времени уделять. А уже тому и другому он не смог этого сделать бы. Друзья детства, Юра, друзья семьи. Чем они сейчас занимаются в Комсомольске-на-Муре? Кто кем стал? Ну, кто кем стал? Ну, немножко, наверное, не повезло. Некоторые в тюремный срок отсидели. Некоторые просто неуспешные стали в своей жизни личной какой-то. Ну, ребята стремятся, конечно, найти место под солнцем. Ну, не всегда получается. Ну, каждый из них все равно остался человеком. Самое главное, когда я жила в Комсомольске, каждый из них готов был мне помочь. Если что-то там трудно, мне вся Антонина Юрьевна обращайтесь к нам по любому вопросу и так далее. Мне тоже это всегда было приятно. Ну, это благодаря Юре, конечно. Антонина Юрьевна, мне кажется, знаете, нужно восстановить какую-то определенную такую семейную справедливость. Мы разговариваем с людьми из футбола, с людьми из спорта, но еще не общались с вашей старшей дочерью. А ведь это тоже большая составляющая и жизни, и формирования характера, да, и формирования отношений. Вот именно всего того, что стало основой для Юрия Гозинского. Итак, друзья, давайте мы поговорим со старшей дочерью Маргаритой, сестрой Юры Гозинского. Маргарита, а вот скажите, пожалуйста, ну понятно, что вы старшая сестра, и когда Юра был еще маленький, мама на работе постоянно, все равно вам приходил за ним присматривать. Так же было? Ну, конечно. Капризный был? В детстве он был спокойным мальчиком, всегда послушный был. Это с возрастом все же мы меняемся уже. С возрастом у каждого вырабатывается свой характер. А в детстве, в принципе, таких особых проблем мы не испытывали. А расскажите вот о Юрином характере. Какой он футболист, мы знаем. А какой он брат, какой он дома? Скажем так, что у Юры характер не из простых, но мы, тем не менее, как брат с сестрой, конечно, всегда находим общий язык. Юра, он может где-то вспылить, но он тут же отходит. Вообще он очень добрый человек, всегда придет на помощь. Какое вот самое радостное событие, связанное у вас с Юрой, но не про футбол? Вот в прошлом году, когда мы переехали сюда, в Краснодар, Юра на день рождения на мой подарил мне хорошую машину. Это было самое радостное, наверное, событие. Как вы считаете, основной момент в том, что Юра вырос таким человеком, главная роль мамы? Ну, конечно. Так как мама нас воспитывала одна, поэтому, конечно, в первую очередь, как бы тяжело не было, как бы не уставала, но всегда говорила о том, что если не повезло, как говорится, с папой и с мужем, то всегда хотела воспитать достойного сына, чего она и добилась. Спасибо большое. Спасибо, Рита. Пожалуйста. Это была сестра Юрия Газинского, Маргарита. Мама знает, как и чем кормить маленького ребенка. Мама знает, как успокоить школьника, который нахватал двоек. Мама знает, что сказать своему родному сыну, когда ему не хватило буквально одного шага до победы. Мама знает все. Это программа, подготовленная на Авторадио при поддержке Российского футбольного союза и Гастромбанка. Мы продолжаем разговор с Антониной Юрьевной Газинской, мамой Юрия Газинского, игрока национальной футбольной сборной и футбольного клуба «Краснодар». Антонина Юрьевна, давайте перенесемся опять в 90-е годы. Очень непростые времена. Тогда половина страны окунулась в стихийный, никому непонятный рынок, а вторая половина еле-еле сводила концы с концами. Как ваша семья переживала тот период? Денег, я так понимаю, не хватало. Денег не только не хватало. Тогда же были времена, когда вообще зарплаты не давали. Давали там чечевицу в эту самую помощь была какая-то из Америки пришедшая. Карточки были, мы пережили карточки. Поэтому что запас всегда был вот для тех продуктов, которые давало нам, будем говорить так, государство, а зарплаты вообще нет. Ну, то есть я хожу на работу, а мне не выдают зарплату. Поэтому я старалась какие-то изыскать способы выживания самого настоящего. В школе не дают, поэтому я устраивалась на те работы, ну, как будем говорить так, не связанные со своей основной профессией. И не чураясь никакого там, что я с высшим образованием, я шла, мыла полы. Тогда только зарождались частные магазины. Я вот пойду до двух часов, до трех, и дети со мной были. Вот мы там все помоем, все поперетрем. Утром нам денежку давали. Я таким образом. Потом вот в спортивный зал пошла, там свое финансирование было, тоже вот я там, значит, деньги получала. Летом уезжали мы в лагерь, потому что от школы был лагерь. Ну, вот там дача была, немножко родители помогали, потому что, ну, пенсию там у них все-таки были. И сестра у меня работала в торговле, тоже немного помогала. Ну, вот так и выжили. Иногда приходишь домой, Юра говорит, мама, ну, когда у нас будет что-нибудь поесть? Мне уже надоела твоя чечевица. Я говорю, ну, сынок, ну, потерпи немножко. Вот сейчас это самое, денежку, наверное, дадут, зарплату, и будем тогда уже лучше питаться. Ну, благодаря, опять же, наверное, вспомнить надо своих родителей, то, что, вот, я же говорила, мой отец, очень трудолюбивые были с мамой. Передали они, у нас было тоже в семье трое детей, передали каждому из нас, ну, большое трудолюбие и умение переносить трудности. И благодаря вот этому трудолюбию мы, наверное, вот все смогли достойно пережить эти времена. Потому что были же такие времена, когда вот у нас завод не работал, работает жена и муж. И даже были случаи, когда глава семейства заканчивала жизнь самоубийством. Потому что понимал, что не может ничего сделать. Не может ничего сделать, да. А я вот одна женщина. Но у вас не было отчаяния? Вот какого-то периода, когда... А как я могла отчаиваться, когда я знала, что если вдруг как у меня будет отчаяние, а как мои дети? А кому они дети тогда нужны? Ну, вот я всегда боялась детского дома, потому что я там работала и знала, как говорят, изнутри там. Поэтому я не могла себе позволить никакого отчаяния и расслабления. А занятия Юры футболом требовали каких-то финансовых вливаний? Вообще дорого было воспитывать футболиста? Ну, по тем временам еще... Все-таки это были государственные школы. Но все равно чего-то требовалось. Я помню, у нас был такой момент, когда надо было ему купить обувь. Они куда-то ехали, уже стал ездить на соревнования. А вот опять же зарплату не дают, денег нет. Ну, опять тяжело, ну что, ну где брать? У одних спросила, нету вторых, нету третьих, нету. Вот спортивный зал помог. В спортивном зале люди воду пили, бутылки тогда были стеклянные. Вот мы их собрали, пошли сдавать. Пришли, а там закрылся уже этот пункт приема. Какой-то паренек выглядывает. Я говорю, вот, пожалуйста, примите у нас бутылки. У меня вот мальчик поедет на спортивное соревнование. Он, он, спортсмен из-за святого, что даже не поверил. Что-то там по 10 копеек принял. Ну, и нам опять не хватает. Спасибо коллеге моей. Вот она нам немножко заняла. И мы таким образом купили. Отправился парень. Так было даже. Ну, вот помимо денежных вопросов, тогда же, в тот же период, в те же 90-е, более чем актуальны становятся другие проблемы. Бандитизм, группировки. Совсем молодые ребята, даже мальчишки, впадали в очень опасную среду, из которой, увы, выбрались не все. У Юры был риск столкнуться совсем с этим? Ну, вот смотрите. Вызывает меня учительница Наталья Николаевна его, которая начальных классов учила. И говорит, Антонина Юрьевна, я вас предупреждаю, смотрите, Юра по сути. Кто упасет? Ну, вот ребята, которые связаны с криминалом. Что-то там надо им принести. Где-то постоять на фасере, как говорят. Он ко мне приходит, потом рассказывает. Мама, если вот мне сказали там, что если только я постарашу там, мне купят велосипед. Ну, боже мой, поняла, что это такое. Ну, слава богу, тогда уже начали давать зарплаты. Получила отпускные. Вот, как сейчас помню, 400 рублей. Бегом купила ему велосипед. Вот, рад до ушей. Все, значит, то есть, ну, я старалась таким образом. Там где-то я понимаю, что я потом опять где-то подработаю, где-то найду я эти деньги. Ну, купила ему велосипед. Отстала-то компания? Ну, конечно, конечно. Я ему сказала, ни в коем случае. Ни в коем случае. Потому что это так-то, так-то. Это можно попасть в тюрьму. Боялись за него? Ну, конечно. Потому что я же практически уходила целые дни работать. Меня не было дома. В школу закончат. Ну, вот я и говорю, что хорошо, что нас спас, наверное, футбол, спорт. Он уходил на тренировки. Причем вот Тагир Настихович же говорит, что он еще был маленький, еще в школу не ходил. А кто его будет сопровождать? Вот представьте себе, нам надо было полчаса добираться. Вот он ездил на трамвае самостоятельно. Еще мне было шести лет на этот футбол. Так ему хотелось играть в футбол. Мотивация такая была сильная. Вот так и выживали, ну, выжили. Мальчишки 90-х выросли. Кто-то стал более успешным, как Юра Гозинский, кто-то менее. Но главное, что ни успех, ни популярность не повлияли на дружеские отношения, зародившиеся еще в детстве. Прямо сейчас в Краснодаре гостит друг Юрия Гозинского по Комсомольску-на-Амуре Георгий Бычков. Здравствуйте. Добрый день. Всем здравствуйте. Как вы вообще познакомились с Юрой? Расскажите, какой он друг? Мы с Юрой познакомились очень давно, но мы дружили не с самого детства, то есть не прямо с малых лет. Мы более тесно начали общаться уже в старшем возрасте. Юра старше меня на три года. И я всегда его воспринимал гораздо выше уровня. Футболист уже, он уже привлекался в главной команде. В смене во втором дивизионе я еще в дубле тренировался. Ну и как-то случилось, что мы там через футбол познакомились, начали общаться. Потом уже внефутбольной, еще в Комсомольске, когда он жил и я там жил, мы общались. Потом получилось так, что он поехал играть, ему было 21, а мне 18. Поехал в Владивосток играть, а я в Санкт-Петербург. И так получилось, что он там был один, я был один. Ну и мы как-то уже вот на этой волне прям очень тесно начали общаться. А какой он друг? У него есть, наверное, все качества, которые присущи хорошему другу. То есть это, наверное, понимание во всех жизненных моментах. Это хорошая какая-то ситуация в жизни, плохая. То есть он всегда поддержит. У него очень твердый характер. Есть люди, которые ты спросишь совет, а он там скажет, ну я не знаю. А он всегда подскажет. То есть он вот, я считаю так, я считаю это правильно, а ты думай сам. Мне, как другу, это важно, это нужно. Помощь в любых ситуациях и совет. Вот это в нем есть. Георгий, вы Юру своим подопечным пример ставите, вот когда вот с мальчишками работаете? Ну да, естественно. Несмотря на то, что мы в Хабаровске работаем, тренируем молодежный состав, мы отталкиваемся от Краснодара и от, естественно, игры Краснодара, от игроков, но и от Юрия, естественно. А так как он является ключевым игроком центра поля, это основная позиция, наверное, вообще у игроков и у команды. Поэтому, конечно же, мы ставим пример. А вот смотрите, такой момент. Вы вспоминаете, например, себя. Вы мальчишки занимаетесь футболом, да? И нынешние мальчишки, которые занимаются футболом. В чем принципиальная разница в подходе, я не знаю, в отношениях? В отношениях к игре, к тренеру, в принципе, к действительности? Ну, наверное, в то время еще. Это все же было достаточно давно. Ценности были другие, да? То есть мы не думали, как стать там и получать много денег. Мы просто ходили и занимались спортом, потому что в Комсомольске мало чем можно заниматься. Да, естественно, спорт, футбол просто был от сердца. Ну, это было для нас самое любимое дело. Георгий, спасибо вам большое, что к нам пришли. Спасибо вам. До свидания. Георгий Бычков, спасибо огромное. До новых встреч. Да, хорошо, спасибо. Антонина Юрьевна, вот то, что Юра в итоге прошел, даже, можно сказать, проскочил через 90-е нулевые без особых последствий, без негативных каких-то, ну, то есть реально все равно получается, что это футбол в этом помог? Конечно. Когда приходилось, то уже денег не было. Допустим, занимался он где-то подальше. Там у нас есть такой поселок, назывался Амурсталь. Там хороший был, квартирный этот самый зал. Так он в холод, без денег. Ну, это, наверное, минут 40 надо было идти по морозу, 40 градусов. Он пешком шел. Пешком придет, и мальчишка вот этот пойдет за одним там. На футбол пойдем, пообещают вечером. Пойдем. Утром приходит, в воскресенье я его не будила, сам вставал, все. Зайдет за одним, не пойду спать хочу. Некоторые ребята, которые вот не ходили, а потом бросили, и тоже были способные, попали куда? В тюрьму попали. Поэтому я спорту-то очень благодарна. Антонина Юрьевна, а чем он еще увлекался? Были какие-то еще занятия, которые прям вот интересовали подростков? Ну, одно время, одно время, вот он, знаете, заинтересовался тем самым, вот и игры в автоматах. Ну, это же нужны были деньги. И вот представьте себе, что он не увлекся так сильно. А на дискотеке он ходил? Потому что, получается, у нас это такая очень... Нет, ну, на дискотеке, конечно, он там ходил с мальчишками, где-то там они и баловались, может быть, даже где-то и хулиганили. Ну, для того, чтобы мне там говорили, что в школе у вас, Юра, хулиган, никогда такого не было. Только вот один случай был, что в начальных классах они там мальчишку какого-то отобрали у него портфель, забросили на этот самый, с дружком тоже маленьким, забросили на крышу. Ну, и вот тогда ко мне мама приходила разбираться, как это так, и все такое. Ну, я с ним поговорила, и, в общем-то, просил прощения, мама. Прости больше никогда не будет этого. Ну, в общем, так вот. А с девчонками когда начал знакомиться? С девчонками он начал знакомиться, но, наверное, ему было лет... Ну, как всегда, начинается период полового созревания. Вот тогда у него интерес проявился к девочкам. Он любил очень эти самые лагеря загородные. И там вот уже какие-то у него девочки появились, в школе там симпатизировали ему, и он общался с этими девчонками. Ну, вот я недавно с одной его одноклассницей разговаривала. Он говорит, ну, вот вы его хорошо воспитали. Девочка такая была из отца асоциальной семьи. И всегда мальчишке как-то ей было некомфортно. Там ее и дразнили, и даже и били. Она говорит, ну, вот ваша Юрка, так она его зовет, я, говорит, до сих пор помню, что вы его так воспитали, что он девчонок не обижал. Бывает воспитание, пример папы. Ну, вот почему я, может быть, и прервала вот это вот общение с папой и его, так сказать, подальше отправила. А потому что у него это была такая тенденция. И Юра это видел, что иногда и руку приложить в пьяном виде. У него была такая, и тем не менее, Юра, нет, нет, не было такого. Каким бы сильным, выносливым, целеустремленным, даже самым брутальным не казался себе и окружающим спортсмен, были, есть и будут моменты, когда ему нужно, чтобы его выслушала, поняла, простила и поддержала любимая мама. Потому что мама знает все. Это совместный проект Апторадио Российского футбольного союза и Газпромбанка. У микрофона Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. Мы продолжаем разговор с мамой знаменитого российского футболиста Юрия Газинского, Антониной Юрьевной Газинской. Антонина Юрьевна, кстати, когда к вам самой пришло понимание, что Юрий Газинский знаменитый футболист? Когда он попал в сборную, когда забил гол. Когда он забивал гол, я была дома, одна, у экрана. Это мы говорим про гол на чемпионате мира? Да, конечно, конечно. 2018 год. Это уже понятно, что уже знаменитость пришла. Я поехала в Турцию, и ко мне подходит гид наш. Говорит, так вы мама Юрия Газинского? Ну, там все аплодировали, все там. То есть вы почувствуете себя звездой? Тогда было все на слуху еще, да, я прям так была удивлена. Я говорю, ну это же не я, но это же ваш сын. И прям такая вот уже у меня гордость появилась, что да, это мой сын. Давайте вспомним сейчас подробнее момент, когда он уехал из родного дома. Ведь это же не сразу был Краснодар, там еще были другие города до того. Когда он был уже в молодежке, в Комсомольске, денег не было. Пошла к главе администрации Комсомольского района. Говорю, так и так, вот мальчик у меня способный. Надо повезти его в школу. Ну, хотя я уже знала, что я опаздывала, он уже был подростком. И все-таки мы рискнули, дали мне деньги на самолет туда и обратно. Мы полетели. Я не знаю, в Москве я была проездом раза два. Не знаю, в Москве совершенно, но мы почему-то вот пошли в торпедо. Подхожу я к директору, говорю, вы знаете, вот так и так, мы с Дальнего Востока. Ну, я наивная, наверное, была. Там же, наверное, нужно было бы каких-то знакомых. Деньги, наверное, нужно было бы. Вы так вот прямо с улицы зашли. Здрасте, я с Дальнего Востока. Вот прямо сейчас. Видите, какая я смелая. Я вообще поражаюсь. А ты с теми за своего ребенка. Вот. Здрасте, здрасте. Как в кинофильме. Здрасте, я ваша тетя, да? Ну, он меня выслушал внимательно. Правда. Чего-то у меня это самое. Такую я, нотка у него привез. Вроде как и не хочет. А я опять же наивно говорю, ой, а вы не скажете, а где у вас, говорю, клуб Москва. А его, видно, это задело, а то еще Москва был клуб. То есть, типа, не хотите, но ее не надо, я к другим уйду. Вы еще жалеть будете. Да, да, да. А потом мне Юра уже говорит, мам, ты зачем так говоришь? А он наоборот почему-то. Я сразу же обратила внимание и тренера там назначил, чтобы в игру поставить. И просмотр обозначил. Я потом только понимала, что я, наверное, очень смешно выглядела. Нет, вы хитрый политический ход включили. Его посмотрел тренер, понял, что он у него интерес может составить. Говорит, а у вас в Москве здесь кто-нибудь есть? Я говорю, ну, вообще-то есть. Я только говорю не в Москве, а в Зеленограде. Вот, ну, а вы можете переехать? Я говорю, легко, говорю. Я перееду, ради сына перееду. И он ему, значит, назначил на следующее езжать в Комсомольск. Ну, школа-то у него уже все прошла, потому что он уже взрослый. Ну, как бы его в команду там молодежку хотели взять. Едем мы по дороге, а ему сообщают, его берут в смену. Смены это там? Да, да. Опять-таки в Комсомольске. В Комсомольске. Ну, и, конечно, он выбирает смену. Хотя, наверное, торпеда был... Это когда уже вы возвращались? Да, мы не самолетом, а поездом возвращались. Сколько дней? Ну, мы семь ехали дней. Семь дней. Уже семь дней ему сообщили. Берут в смену. Все уже. Пошел уже профессиональный спорт. А, так я еще, знаете, до этого... До этого я еще писала письмо Жириновскому. До президента не вошла. Так, так, так. Ну-ка-ну-ка. И написала письмо Абрамовичу. Я написала, что мы живем в Комсомольске-на-Амуре. Сфотографировала все его медали, все его награды, все его грамоты там. И мы не можем пробиться, потому что Дальний Восток, денег мало. Есть данные, есть достижения. Не помогли бы ли нам вот оказаться в какой-то одной из школ? Получаю ответ Жириновского. Так, кто вас там не взял? Разберемся. Он звуковое письмо прислал. Нет, даже где-то у меня сохранилось вот это. Мы накажем тех, все, вы нам только сообщите фамилии. Ну что ли? Какой молодец. Да, Жириновский. Ответ. Вот Абрамович. Значит, рассмотрели там. У него-то была, очевидно, какая-то ассоциация футбольная. Он там тоже продвигал тогда. Мы рассмотрели ваш этот. Поняли, приняли их сведению. Мы вас связали с Хабаровском. Там у нас есть какой-то тренер. Самый лучший детский тренер. Он просмотрит вас. И, значит, если сочтет нужным, вы приедете в какую-то одну из школ. Ну, это тоже же большой сдвиг. И обратят на него внимание одновременно. Правильно, да? Ну, а мы уже попадаем в это время и в смену. Сколько он там в итоге проиграл? Может быть, лет 4-5, наверное. Но все равно настал момент, когда он понял, что все-таки он уедет. Нет, а его приглашали в Хабаровск. Но в Хабаровске что-то там или не пошло, или тренер ему как-то не понравилось. Он опять возвратился. И потом его приглашают во Владивосток в луч. В луч энергии. Да, в луч энергии. Вот это была... Если наша это была вторая лига, то это была первая лига. Его приглашают в первую лигу. И вы остаетесь в Комсомольске на море. Он уезжает во Владивосток. Он уже был взрослый. Мне уже было не так тревожно, что он уже взрослый. И, наверное, уже не будет ничего такого, о чем я могла, так сказать, побеспокоиться. Довольно уже. Сколько он? 18 лет. Я думаю, он уже был. Да, он в школу уже закончил. Все. Но вы уже были морально готовы его отпускать. И, в принципе, в этот момент вы понимали, что он рано или поздно, наверное, произойдет. В принципе, даже многое для этого делали. Да. По большому счету, получается. Да. Поэтому, когда он уехал в Москву, вы спокойно... Нет, ну это уже совсем спокойно. А он в Москву еще рвался, потому что у меня уже была девушка там уже, это Саша. Вот поэтому туда прям... Это девушка Саша, которая... Жена. Слушайте, ну у нас сейчас есть возможность как раз поподробнее, опять-таки, вспомнить приезд Юра в Москву. У нас на связи заслуженный тренер России, наставник, который работал с национальной командой в разные периоды Борис Петрович Игнатьев. Борис Петрович. Я. Здравствуйте. Авторадио на связи. Программа «Мама знает все». У нас здесь в студии замечательная мама, замечательный человек. Мама Юрия Газинского, Антонина Юрьевна Газинская. Очень. Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте, Антонина Юрьевна. Мне тоже очень приятно вас слышать, потому что я много от Юрия вас слышала, хорошего, как о профессионале, человеке. Ну, а я, в свою очередь, хочу в вашем лице сказать большое спасибо всем тем мамам, которые помогли определить, найти свое место в этой жизни, в частности, в футболе, в спорте. Сделали все возможное, чтобы они не просто были соучастниками серьезного дела, но и решали большие задачи, полюбили футбол. Юра замечательный человек, который не только что-то требует, но и многое, многое дает. Большое спасибо вам тоже. Скажите, пожалуйста, Борис Петрович, вот вы работали со сборной в разные периоды, вот интересно такой параллель провести. На кого из игроков, может быть, времен сборной СССР, может быть, времен СНГ походит Юрий Газинский? Он очень похож, очень похож на Витю Анопко такой был, капитан. Да, который контролировал ситуацию всегда. Это без лишних эмоций четко представляет свой шест, на котором нужно находиться в этой жизни. Трудолюбивый. Вот в преддверии Нового года что пожелаете мамам всех футболистов? Мамам хочу пожелать хорошо растить или взращивать своих любимых детей. Не мешайте детям заниматься. Пусть будет больше детей, чем больше, тем лучше, тем вы будете счастливее. И футбол выиграет. Счастья вам и любви. Вас также поздравляю я с наступающим Новым годом. Желаю вам здоровья. Ну и благодарю вас за то, что вы в становлении моего сына сыграли очень большую роль. Большое вам материнское спасибо. Спасибо большое. С нами на связи был заслуженный тренер России Игнатьев Борис Петрович. Антонина Юрьевна, вот давайте сейчас догонку все-таки словам Бориса Петровича. Вот спорный вопрос, да? Говорит, что не вмешиваетесь. А вот как не вмешиваетесь? Вот мы же знаем, что если бы в некоторых моментах не вмешалась бы Антонина Юрьевна, то, возможно, не было бы всего того, что есть сегодня. Ну, я думаю так, что саму структуру футбола там, ну, я тоже ничего не понимала и не знала. Но я пыталась помочь с точки зрения как мамы придать уверенность, поверить в него. И вот это я и сейчас всегда с собой, так сказать, ношу это и верю в детей. Если бы я, может быть, не поверила, то есть мать должна всегда верить в своего ребенка. Это как бы психологический момент, он очень помогает, он очень стимулирует, придает силу и веру. Я только вот с этой точки зрения. С точки зрения там профессионализма, конечно же, я не пыталась там ничего говорить и так далее. Но верить я верила. И, наверное, это всегда детям помогает. Любому человеку, как говорят, помогает вот эта вера в свои силы. А должен быть кто-то со стороны еще поверить. Ну, мама как самый-самый-самый близкий человек, и это важно для ребенка любого. Моя точка зрения вот такая, она была, есть и остается неизменной. Антонина Юрьевна, вот сам Юра не очень это афиширует, но тем не менее известно, что он реально многую с душой занимается благотворительностью, уже в больших масштабах. Расскажите об этом. Это да. Я даже сама была вот в некоторой степени удивлена, когда здесь фонд создан помощью детям больным. Когда задают корреспондент вопрос организатору этого фонда. А кто из состоятельных людей на первом месте помогают детям? Ну, была названа фамилия больше никого, только моего сына. Поэтому, конечно, мне это очень приятно и осознавать, что вот он еще такой вот хороший, добрый, и умеет понимать людское горе. Для меня это тоже очень значимое такое заключение, определение и так далее. То есть в мальчишке, который сам вырос в очень непростых условиях, у которого мама там работала на двух, на трех работах, в нем вот выросла вот эта щедрость и желание помогать другим. Да, я очень рада этому. Тоже моя лепта вложена туда, чтобы он обращал внимание на тех людей, которым трудно и которым нужна помощь. Мама знает все на Авторадио. Эта женщина на самом деле знает все. Мы вновь говорим с мамой футболиста Юрия Гозинского, Антониной Юрьевной Гозинской. Программа создана в Содружестве Авторадио, Российского футбольного союза и Газпромбанка. Антонина Юрьевна, вот смотрите, мы уже много эпизодов футбольных, из футбольной карьеры Юры обсудили и на начальном этапе, и, соответственно, и в Краснодаре, конечно же, в сборной вспоминали сегодня уже неоднократно его первый гол в составе национальной сборной на чемпионате мира, который проходил в 2018 году здесь у нас, в России. Понятно, что это вообще особенное событие. Ну вот такой момент. Насколько вам, как маме, важна результативность, футбольная результативность вашего сына? Или это вопрос второй? Главное, чтобы играл, главное, чтобы было при деле, чтобы не было травм? Ну, как для всякой мамы, самое главное – здоровье. Нам, наверное, тоже немножко повезло, как-то его обходили травмы. И тогда, когда была вот эта вот самая большая травма плеча, конечно, я переживала. Хотелось бы, как маме, чтобы он был здоровым футболистом и нужным и полезным в своей команде. А его ошибки на поле вы оправдываете? Я же не всегда понимаю, где там ошибка, где там не ошибка. Я думаю, вы уже все разбираетесь в футболе полностью, комментировать можете. Нет, где комментируют, там говорят, что он, допустим, ошибку сделал. И, конечно, я переживаю, и он, наверное, переживает, и я вместе с ним переживаю за эту ошибку. Я помню такой эпизод, когда он еще только в Краснодар пришел, и они играли с какой командой, я не помню, но пенальти у них было. И он бил завершающий мяч, и он промахивается, и выигрывает та команда не они. Ну, это было что-то. Он так себя просто снизводил, что вот и он виноват, и вообще это было просто на него смотреть. Больно, как он переживал. Вот это умение брать на себя, умение брать, признавать эту ответственность, это с детства вообще в нем было, или это уже воспитано спортом? Ну, скорее всего, спортом воспитано, спортом. Для меня это тоже было очень важно. У меня же не было рядом мужчины, который бы воспитывал в него мужские такие. Для меня вот Тагир Насихович, вот, таким тренер, который вот именно был ему, кроме тренера, еще и отцом. Вот, и поэтому для меня этот тренер вот прошел через всю мою жизнь, и я ему очень так благодарна. Что думает о характере, спортивных качествах и талантов Юрия, мы можем узнать и спросить у главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Станислав Саламович. Да, да, да. Здравствуйте, Авторадио на связи. Программа «Мама знает все». У нас здесь в студии мама Юрия Газинского, Антонина Юрьевна Газинская. Приветствуем вас всей нашей компанией. Здравствуйте, Станислав Саламович. Очень приятно вас слышать. Я мама Юрия Газинского. Здравствуйте, здравствуйте. Станислав Саламович, вы смотрите. Многие считают, что основной взлет карьеры Юрия связан именно с вами. При вас дебютировал в сборной, сыграл почти все матчи чемпионата мира в 2018 году, открыл счет гола нашей сборной, соответственно, в Лужниках. Что, по-вашему, тренерское чутье или исключительно готовность игрока? Спасибо за теплые слова. Другое дело, что до сборной его готовили клубные тренеры, детские тренеры, которые ему дали правильное направление, обучали Азам. Наша задача уже рассмотреть в нем игрока сборной и доверить. Другое дело, что перед чемпионатом мира он несколько месяцев настолько хорошо провел, что мы не могли на это не обратить внимания. И сам чемпионат мира он провел на высоком уровне. И вот ему, чтобы быть самим собой и свой потенциал реализовать, ему надо быть максимально физически готовым. Вот смотрите, Газинский дважды выводил наших парней на поле с капитанской повязкой. А почему Юра? Ну, есть качество определенное. Он играет и в центре поля, и в руке идет, он опытный. Опять же, уже чемпионат мира за плечами. Поэтому вот когда мы выбираем, мы же, естественно, видим, кто в каком состоянии, кто сегодня может повести команду за собой. Это Юра в тот момент и вообще он такой серьезный парень. Поэтому приняли правильное решение. Смотрите, вот Виктор Игнатенко, это тренер Юры в первой профессиональной команде «Смена». Сказал нам, что вот фантастическую любовь ему привила мама, не пропускавшая вообще ни одну тренировку. Как вы считаете, насколько важна сейчас роль мамы в воспитании футболиста? Воспитание футболиста и профессиональных качеств, наверное, все-таки роль мамы не такая высокая. Но это какая мама смотря, вы знаете? Да, да. А вот привить любовь и поддержать начинание сына или ребенка, сейчас и девушки играют в футбол, да, вот это, наверное, играет огромную роль. Как футболиста, естественно, здесь тренера больше. Ну вот некоторые моменты, некоторые эпизоды из биографии Юрия Газинского доказывают, правда, обратное, потому что если бы в некоторых моментах Антонина Юрьевна не вмешалась, в том числе и в работу тренеров, то, может быть, Юра так бы остался где-то за забором, за тем же самым. Ну, кстати, вот смотрите, Юр Газинский, простой мальчишка из не самого футбольного и самого дальнего региона страны, дорос до уровня игрока сборной России. Вот в нынешней практике это нормально или это все так и остается, скажем так, из ряда вон выходящим случаем? И у мальчишек оттуда, скажем так, да, не так уж или меньше, по крайней мере, шансов попасть в национальную сборную, чем, скажем так, у столичных цанов? Ну, я не думаю, что здесь география какую-то роль играет в выборе игрока. И Скалтана Головин, и Кудряшов оттуда в Сибири, и из Иркутска у нас Забнин. Ну, много игроков, которые представляют регионы, да, поэтому мы это не заглядываем, кто где родился и где-то играл, а их профессиональные качества и целеустремленность, так я это называю, спортсменистость, здесь, понятно, окружение имеет большую роль, где ты воспитывался, кто тебя тренировал, ну, здесь, наверное, это не самое важное. А скажите, вот игрок национальной сборной может быть плохим человеком? Сложный вопрос. Ну, наверное, нет. Но, что такое хорошо и что такое плохо, тонкая игра иногда бывает. Поэтому мы стараемся им все объяснять, чтобы соответствовали и в нашей девизе, что на поле, что за полем, игрок должен соответствовать сборной. Ну, естественно, бывают нюансы, молодые люди иногда делают ошибки, и наша задача им вовремя подсказать. Ну, Юра Газинский таких ошибок тьфу-тьфу-тьфу не совершал. На поле совершал, вот мы постараемся ему подсказывать. Как вы считаете, как должен футболист отметить этот Новый год, чтобы провести следующий год еще лучше? Ну, наверное, футболист не отличается ничем от простого человека. Новый год – это семейный праздник, и поэтому, во всяком случае, я стараюсь максимально собрать родных и с ними встретить дома. Поэтому и Юре, в частности, и футболистам всем хорошего Нового года, хорошей компании, в окружении родных встретить его и пожелать друг другу всего хорошего. Станислав Саламович, вы в него поверили, и большое вам за это спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Здоровья, удачи, успехов, безусловно. И вам конкретно и всей нашей сборной в наступающем новом, будем считать, более успешном году. Спасибо большое. С нами на связи был главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Антонина Юрьевна, ну вот, наверное, каждая мама мечтает слышать такие слова о своем сыне. Мне очень приятно, что отмечает все-таки, кроме профессиональных качеств, человеческих качеств его. А вы в нем никогда не сомневались? Нет. Знаете, наш эфир уже подходит к концу. Я хочу задать буквально два вопроса. Первый – скоро Новый год. Как планируете отметить праздник всей семьей или по отдельности? На этот Новый год хотим собраться все вместе. Что будете готовить? Как всегда. Ну, селедка-то по сути будет? Ну, естественно. Оливье. Слава богу. Я хотела сказать, что оливье, конечно, да. И вот еще немножко возвращаясь к футболу, вот не задумываясь, назовите три вещи, которые нужно непременно знать или уметь маме любого футболиста. Верить в своих детей безоговорочно, помогать им психологически. Третье – быть другом. Мама Антонина Юрьевна Гозинская – мама, которая знает все. Мы очень благодарны вам, что пришли к нам в программу. Успехов, удачи, благополучия. И поменьше нервов во время футбольных матчей, в которых задействована Юра Гозинский. Я очень благодарна, что вы проявляете внимание к моему сыну. Для меня это тоже очень приятно. И пожелать хочу вашему радио здоровья, хороших отношений в коллективе. Ну и всем вам большого человеческого счастья в семье. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо от всей души. Спасибо за внимание. С вами были Катерина Гайсина и Татьяна Гордеева. Да, мы прощаемся ровно на неделю. Самые близкие и важные в жизни люди – мамы – помогают нашим знаменитым футболистам вернуться в детство. Мама знает все.